Британские учёные проверяют, есть ли связь между тяжёлым воспалительным заболеванием у детей и COVID-19. В последнее время итальянские и британские медики заметили растущее число случаев заболевания, напоминающего синдром Кавасаки, который обычно наблюдается в странах Азии. Дети поступают с высокой температурой и воспалёнными артериями. Причём таких случаев стало гораздо больше обычного. Раньше в Европе этот синдром регистрировали крайне редко. Медики полагают, что это может быть связано с эпидемией коронавируса. В последние несколько дней мы начали получать сообщение о тяжёлой болезни у детей, которая похожа на синдром Кавасаки. Синдром Кавасаки – это очень редкий воспалительный процесс, который возникает у детей. Его причину часто невозможно определить, на возникновение влияют многие факторы. В детскую больницу итальянского города Бергамо в последние дни поступило более 20 пациентов с острым воспалением сосудов. Это в шесть раз больше, чем обычно. При этом только у нескольких из детей подтвердили коронавирус. Министр здравоохранения Великобритании на брифинге отметил, что очень обеспокоен сложившейся ситуацией и уже распорядился в кратчайшие сроки выяснить причину такого большого числа пациентов с синдромом Кавасаки. «Я очень переживаю. Мы внимательно изучаем ситуацию. Я попросил Стивена Повиса выяснить, что происходит». Синдром Кавасаки чаще возникает у детей до 9 лет. Сопровождается лихорадкой и высыпаниями на кожу. Также при нём опухают гланды, а в самых тяжёлых случаях наблюдается воспаление коронарных артерий.